С момента начала масштабных репрессий в Беларуси более 30 тысяч человек прошли через административные аресты. Возбуждено более 4 тысяч уголовных дел по политическим мотивам. Более 1300 человек признаны политическими заключенными. Порой новость об очередном аресте трудно отличить от поста в сатирическом паблике. Настолько нелепыми являются его причины. В нашем сегодняшнем выпуске мы собрали наиболее абсурдные уголовные и административные дела за последние 2 года преследования, не согласных с режимом Лукашенко. Даже замысленную поддержку протестов человека могут посадить. Так случилось с минчанином Кириллом Долгоруковым. Кирилла задержали неподалеку от его дома, когда он шел в магазин. Милиция останавливала прохожих недалеко от места проведения акции протеста. На суде Кирилл Долгоруков сказал, что на самой акции не присутствовал, но мысленно поддерживал протестующих. «Следовательно, вы виновны», – постановила судья Анастасия Ликовская и дала ему 13 суток тюрьмы. На жителя Гомельской области составили протокол по статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» из-за снеговика, на котором было написано «Живе Беларусь». Это расценили как несанкционированный пикет. Инцидент произошел в одном из сел Гомельской области. Местный житель убирал во дворе снег и слепил снеговика, на котором написал «Живе Беларусь». Доказательством пикета стало фото, которое, вероятно, сделал один из соседей. Бело-красно-белые жалюзи на окне жителя деревни Прилесия Минского района Сергея Мельянца, отца семерых детей, милиция посчитала одиночным пикетом без разрешения Минского райисполкома. На мужчину составили протокол. Позже судья оштрафовал его на 870 рублей. В Гродно суд оштрафовал Любовь Сарлай на 580 белорусских рублей за штаны с бело-красными лампасами. Ее обвинили в нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Она рассказала, что вышла просто прогуляться по Гродно. По ее словам, она надела штаны с бело-красными лампасами, взяла кофе, разговаривалась по дороге с женщиной, когда сзади подбежали омоновцы и предложили пройти в бусик. В результате женщины провели ночь в изоляторе временного содержания. В протоколе написали, что я участвовала в пикете, кричала «Живи, Беларусь!». Но милиционер от руки еще составил объяснительную. Там было о цвете брюк, который якобы нарушает общественный порядок, рассказала Любовь. А в суде Московского района города Минска Игната Доминика Грукова осудили за шапку. По протоколу он пикетировал с помощью головного убора с гербом погони. Судья Юрий Машкетов дал ему 15 суток административного ареста. Распространенный повод для преследования в Беларуси – бело-красно-белые носки. В марте силовики задержали за них сразу несколько человек. Якобы граждане этим самыми носками пикетировали. Игорь Хмара, краевед, экскурсовод, создатель гайдов по районам Минска и Беларуси, был задержан вечером 2 августа 2022 года после прогулки по Минску в районе Серебрянки. Сокамерник Игоря, находившийся с ним на окрестина, рассказал правозащитников, что его задержали за разговор на белорусском языке на улице. Правозащитники также отмечают, что это не единичный случай. Кроме Игоря, на окрестина также были люди, которых задерживали из-за разговоров по-белорусски на улице. За пикет с помощью коробки от телевизора 27-летний Андрей Пархоменко из Минска получил 15 суток. По версии суда, он в неустановленный период времени принял участие в пикетировании, разместив бумажное полотно бело-красно-белого цвета на стекле балкона. Правовой абсурд в Беларуси не ограничивается лишь кодексом об административных правонарушениях. Одно из самых абсурдных уголовных дел – преследование за отказ сдавать квартиру помощнице прокурора Алине Касьянчик. Касьянчик известна в стране своим участием в ряде громких политических дел. Именно она выступала гособвинителем в судебном процессе против журналисток Белсата Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой за стрим с акции протеста. Владелица квартиры, где жила Касьянчик, предложила ей съехать. Та согласилась. Договор расторгли по согласию сторон. Но вскоре против хозяйки жилья возбудили уголовное дело по статье о нарушении равноправия граждан. В итоге хозяйку Ольгу Синей-Леву осудили на два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. В районе станции метро Пушкинская в Минске, недалеко от места убийства Александра Тарайковского, мирного демонстранта, которого застрелили, когда он стоял с поднятыми руками, несколько горожан сделали надпись «Не забудем» на тротуаре. На них завели уголовное дело о хулиганстве и осудили на реальные сроки лишения свободы. Правозащитники зафиксировали случай, в котором сторонник режима Лукашенко сам стал его жертвой. 44-летняя жительница города Добруш заметила красно-белую палатку местного военкомата и выложила снятое видео на YouTube, озаглавив его «БЧБшники военкомат Добруш». 8 сотрудников военкомата написали в милицию заявление с просьбой о привлечении ее к ответственности за клевету. Женщине вынесли приговор об ограничении свободы сроком на 2 года без направления в исправительное учреждение. В Минске пенсионерок судили за то, что они читали книги белорусских классиков в электричке. Их обвинили в участии в несанкционированной акции и оштрафовали, а 66-летнюю Галину Гуленкову арестовали на 20 суток. «Мы ехали в электричке и читали книги. У меня был хороший исторический роман Короткевича «Колосы под серпом твоим», рассказала одна из задержанных. Когда милиционеры спросили, какая была цель, я сказала, что хорошая цель, потому что мирные пенсионеры ехали с книжками». В феврале 2022 года силовики задержали преподавательницу Ларису Секержицкую прямо во время урока за то, что у него в волосах были синяя и желтая ленты. Позже ей присудили штраф в размере 2240 белорусских рублей. По мнению суда, учительница использовала ленты для выражения своего общественно-политического настроения в связи с происходящей войной в Украине. Тем самым она приняла активное участие в проведении массового мероприятия в виде пикетирования. Учительница вины не признала. Она отметила, что привязала ленты для красоты, а не для выражения своей политической позиции. Помимо этого, Секержицкая рассказала, что когда она зашла в учительскую, чтобы подготовиться к уроку, две ее коллеги закрыли дверь на замок и стали громко требовать объяснений из-за ее прически. Позднее заместительница директора школы потребовала снять ленты, поскольку они якобы не соответствуют деловому стилю учителя. Мы продолжим рассказывать о нарушении прав человека в Беларуси. Поддержать нас можно на Патреоне по ссылке в описании к этому видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!